Это программа Утренний город, и я с удовольствием хочу представить нашего сегодняшнего утреннего гостя. Это Константин Скопцов, художник. Доброе утро, Константин. Я рада вас приветствовать. Я хочу напомнить нашим зрителям, что выставка ваших работ, которая называется «Контр-иллюзия», проходит именно сейчас в галерее «Энти-Арт» на Литерсовском бульваре 5. Она будет идти еще какое-то время, и можно будет познакомиться с вашими работами поближе. Но, наверное, если можно, давайте начнем с такого любопытного момента в вашей биографии. Вы как-то упомянули, что вы в молодости работали на заводе. Причем это где-то даже здесь было, в этом районе, потому что наша студия находится неподалеку от завода строй-гидравлика. У вас, по-видимому, есть какие-то воспоминания. Даже не в молодости, даже в зрелости уже. А что же вы делали? Слюсаров и пробовач был, слесарь-испытатель редко был. А специальность сейчас, по-моему, уже нет. То есть вы производили какие-то... Гидро-системы испытывал уже произведенные. Очень хорошее время. И вот здесь у меня было две выставки на строй-гидравлике. И чтобы здесь сделать, это интереснейший период. А какой это был год? В 85-й, 87-й, может быть, где-то. Здесь произошла вообще уникальная историческая вещь с ДОСБ выставок. Я добыл для того, чтобы в Доме культуры строй-гидравлика провести выставку, я добыл справку, о которой нет ни одного художника в мире. Мне сделали справку, что я являюсь хорошим художником. Да что? Кто же выдаёт такие справки? Ну, мне дало для директора Дома культуры, чтобы он позволил выставку, говорит, я плохо разбираюсь в живописи, да, в рисунке, но для того, чтобы я вам не получил по шапке, принесите мне справку. И мне дали в Одесской художественной школе, дали справку, подписанную четырьмя преподавателям, что я действительно слесарь с копцов является хорошим действительно художником. Прям как анекдот какой-то звучит. Ну, это реально. А какие работы вы представляли в то время на выставке? Тоже интересно. Я руководству, конечно, сказал, нейтральные названия дало, а по сути тогда были иллюстрации к Евангелии, часть иллюстрации было совершенно мистической книги Пу Сун Лина, 18 века китайская, одна из самых сложных книг китайских. И иллюстрации к Гарапо. И как-то оно тихо-тихо, так нормально повисело, а и на мою головушку вышло постановление партии правительства по борьбе с мистикой и богоискательством в искусстве. И оно продолжало висеть до того, пока не приехало, если не изменяет память, делегация, мне кажется, финнов. И какой-то священник ткнул пальцем и сказал, это иллюстрация к Евангелии. И вот здесь началось основное. Выставку срезали, я приехал с лопатой, благо недалеко работал, и лопатой погрузил все это на тачку, побитые стекла с графикой, и увез в свой цех. А куда потом подевались эти работы? Сейчас-то даже не вспомнил. Константин, а почему достаточно много тем и сюжетов, которые вы затрагиваете, они напрямую связаны с религией, с мистикой, с чем-то таинственным в целом? То есть с чем-то непостижимым, то, что находится где-то, может быть, даже за гранью вот такого традиционного бытового восприятия жизни. Приходить к Богу – это вообще путь как бы человеком неконтролируемый. Но мое твердое убеждение в том, что человек создан для того, чтобы познавать Бога. Это его путь, его предназначение и смысл его физического существования. Вот слово «религия» и «мистика» легче понять, почему эти работы делают, если понять семантику этих слов. Слово «мистика» сейчас очень меняет брутальные отношения, связанное с колдами, ведьмами, черными котами, резанными на перекрестках. А слово «мист» очень хорошее, слово «мист» обозначает «посвященный». А слово «религия» обозначает, как на санскрите «йог», кстати, тоже забытое понятие. «Йог» – это соприкасающийся с Богом. Тогда мы выходим на пик. «Мист» и «йог» – это человек, ищущий Бога, если говорить более брутально. Ну и по мне, так сказать, это единственная задача, которую я перед собой ставлю. Я ищу пути достижения Бога, ищу пути духовных трансформаций. Я считаю, что это основная задача художника. Если художник архетипично рождается, будет художником, должен выполнять эту задачу. А не смешить публику и прочее, просто зарабатывать. Это другие специальности. Зарабатывание денег и смешить публику – это, первое, это бизнесмен, а второе – это скоморок. А художник – это особая ипостась. Кстати, в античном мире и в первобытном, в самом чистом виде, художник всегда носил абсолютно сакральное значение. Они служили только для того, чтобы объединять человека и какой-то светлый абсолют объединять с Богом. Вы делаете достаточно часто выставки в разных городах мира. Вам не обидно, что в Одессе как-то, можно так сказать, вы не особенно на слуху, если можно так выразиться? Абсолютно. Я вообще, честно, не стремлюсь быть на слуху. Я не понимаю, что мой внутренний мир от этого выиграет. А в Одессе я делаю выставку по мере того, как возможность, в общем-то, попадается. Последний был, по-моему, 95-й год, в Одесском художественном музее это было. Это довольно-таки давно, 95-й год. А последний, вот это сейчас проходит, Дымчака в галерее, НТ-галерея. Ну, тоже, в общем, очень хорошее место, я думаю, что это лучшая галерея в городе, да? Ну, да. Наверное, да, на данный момент. Лучше, скажем так. Но оно приходит само собой. То есть я как бы не дергаю эти события. Приходит время, приходит место, соприкасаются. То есть получается, в принципе, для вас как бы совершенно так, не столь важно, покупают ли ваши картины. Вот будут ли куплены картины с этой выставки? Ну, важно, важно. Все-таки я живу в мире, да, и требуют, так сказать, энергетики для выживания. Ну, просто для меня не суть важна. Это не настолько важно, чтобы делать то, что я не хочу делать. А тем более, что, опять же, Господь не воле так выходит, что я делаю то, что я хочу делать, то, что важно. Но все равно, так сказать, рано или поздно приходят с поспешествием для поддержания тела, дома, крыши, водопровода, да, и прочее. А как вам кажется, вот если, допустим, кто-то из коллекционеров или любителей, ценителей живописи заинтересуется вашими работами, то важно приобретать именно серию, как бы, да? Или можно взять одну отдельную работу, и она уже будет самодостаточной? Ну, мне кажется, конечно, серия. Ну, вот, например, на этой выставке у меня висит очень хорошая серия, которая прошла, кстати говоря, горнила Цедыхана, выставлялась Цедыхана в очень серьезной выставке, которую делал Глезер, как бы, патриарх, да, монкоформизма. Книга иллюстрации к пророку Иезекиилю. Четыре животных пророка Иезекиилю. То есть, если, так сказать, ее купить одну, то останется три. То есть, мы нарушаем полностью всю структуру. А последние работы, которые сделаны на, условно говоря, коже, да, они тоже требуют, они вот это сложные работы, которые, они пролонгированы. Каждая следующая работа, как бы, продолжает предыдущую и является началом следующей. Конечно, можно взять, выдернуть частично. Эти работы вообще особенно сейчас сложные, и поэтому у меня проблемы с их, так сказать, с вербализацией той информации, которая у них находится. Потому что человек, который покупает, обычно хочет, чтобы знать, что там, о чем я говорю, смысл парабол этой работы. Ну, и здесь, так сказать, возникает такой смешной вопрос. Я обычно говорю, я могу написать, но вот когда человек покупает кроссворд, например, он хочет чистый кроссворд купить, я предлагаю человеку работать. Я считаю, что эта работа инициация для твоего духовного роста, считаю, инициация для накопления информации твоей. Вот. Ну, а человек, никто не хочет купить заполненный, да, или наполовину заполненный кроссворд. Есть очень глубокие, философские, религиозные, и какие угодно, может быть, книги, или учения, или знания, которые заслуживают, конечно же, внимания, там, и уважения, по-видимому. А как вы понимаете, что это для вас наиболее актуально, и сейчас вы будете соприкасаться именно с этим? Это абсолютно непредсказуемая вещь. Как рождается тема новой серии, рождается, я не скажу даже, как техника рождается. Для меня это, вот, я не лукаве говорю, потому что принято обычно, художник допускает обычно тумана какого-то, да, и там в этом тумане какие-то мифы рождаются. Это совершенно серьезно, я не знаю, как появляется техника, не знаю, за что я возьмусь. Вот эта последняя серия вследствие чтения Сведенборга, один из самых-самых потрясающих визионеров и самых неразгаданных личностей XVIII века. Вот чтение его дало какой-то информационный базис, вербальный, да, который уже пошла визуализация с силами. А вот следующий, я думаю, делать серию холстов, это будет иллюстрация к суфийским притчам. И совершенно неожиданно. Да, 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 вот я чувствую сейчас вот, вот сейчас появляются сюжеты похожие, я так предчувствую, это будет похоже на персидские миниатюры средневековые. И они будут иллюстрировать суфийские тексты, суфийские легенды какие-то. Но это будет графика, да? Мне кажется, что живопись будет, скорее всего, предчувствует. Я напомню нашим зрителям, что выставка работ нашего гостя Константина Скобцова проходит именно сейчас в галерее «Энти-Арт» на Лидерсовском бульваре 5. Это неподалеку от Илья и Славы, я думаю, что все одесситы об этом знают. Она называется у вас «Контр-иллюзия», и наверняка это слово тоже в себе несет. То есть я никак не могу сходу понять, что же это значит. Вроде бы да, это не аллюзия, не анти-иллюзия какая-то, а вот «Контр-иллюзия» это получается… Это не игра слова, это абсолютно чистая формула. Этот мир иллюзия, материальный фон иллюзорен, материальный мир иллюзорен сам по себе. А то, что я делаю, это опираясь на священные тексты или на проверенных авторитетов духовных, вот это истина. То есть истина, лежащая за барьером. А человек – пограничное существо. Человек находится наполовину в материальном мире, вот средневековый символ человека был кентавр, получеловек. И символ духа всегда, средневековый символ был Орфеем. А евредика находилась, вот, например, у Ботячелли сюжет очень известный есть, когда евредика находится в борении между кентавром и Орфеем. Так и человеческая душа находится в борении между этим и тем миром, да, вот это пограничное состояние. А вы это чувствуете вот лично, на себе, да? Абсолютно, конечно. А это как бы на метафорическом уровне определенном? Или это как бы действительно реальные какие-то свет и тьма? Нет, 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 это метафорическое, потому что я думаю, человек, который может при помощи своих органов чувств определить этот мир, и тот, я думаю, что это уже шизофреник, скорее всего. Человек должен находиться в нормальном состоянии материальном мире, но он должна, это одна половина его должна, а вторая половина должна стремиться к восхождению вверх, к трансформации духовной. Но вместе с тем он должен быть интегрирован в материальный мир. Константин, очень любопытное еще направление вашей творческой деятельности – это иллюстрация к книгам. Расскажите, пожалуйста, немного об этом, какой опыт у вас уже есть. Мы, собственно, знаем, что вот Игорь Лосинский, наш уважаемый земляк, сделал любопытнейший перевод поэтический. Расскажите, как это получилось у вас? Здесь очень-очень-очень тоже, оно вышло во многом спонтанно. Началось оно с, по-моему, председателя правления банка Вячеслава Воловик. Он предложил финансирование этого проекта. И мы, собственно, начали играть от нуля, от того, чтобы появилась возможность выпустить. И оказалось, что все мы, в общем-то, готовы. Игорь Лосинский готов был. У него же были наработки перевода в яйца. Он очень интересуется. Ей совершенно необычная личность. Глубочайший мистик. Ирландский революционер. И вот это, опять же, у него пограничное состояние между высокой духовностью и даже где-то в политическую жизнь какой-то интеграции. Как мы говорили, Игорю тоже было близко. Потому что Игорь тоже человек высокой духовности. И в то же время интегрирован в наш политический мир. Он начал переводить яйца, а я уже был готов делать иллюстрации. И, собственно, оно как-то вышло на пик. И мы сделали вот такую интересную книгу. Но, опять же, Москва отреагировала интереснее, чем Одесса. О каких выставках вы бы из последних, так сказать, своих могли сказать, что вот это очень удачно, и вы об этом вспоминаете с приятным чувством? В каких городах они проходили? Вот во Львове. Во Львове очень интересная была выставка. Предпоследняя. Выставка. Тоже волею судеб выставка произошла. Ну, я сам по себе человек ленивый, поэтому я не занимаюсь развеской. Вот у меня есть такая странность. Иногда-то вот господние пути так сходятся, что люди... А где именно во Львове они вам и проявили? А в Львове музей идеи есть. Чем интересно? Интересно тем, что выставка проходила в здании, в подвале, эта галерея находится в подвале монастыря Капуцина 18 века. Ой, как все совпало, замечательно. Это был энергетико фантастическое там. И вот в этой тишине, в сводах, когда висят хорошие работы, я так смею так сказать, то это действительно производит сильнейшее впечатление. Там же был мастер-класс по механической письмене. Технике спонтанного рисунка. По спонтанному рисунку. Если нужно, немного еще об этом расскажите, хотя я понимаю, что у нас времени очень мало осталось, но тем не менее это настолько любопытно, что, может быть, кто-то заинтересуется. Ну, знаешь, это техника спонтанного рисунка немножко напоминает технику, опять же, можно сказать, мистическую технику механического письма. Есть такая, это не мистика, скорее, это культизм, к которому я отношусь, в общем-то, негативно, но место имеет. Техника механического письма. Как бы некие медиумы могут общаться с другим миром. Техника механического письма, как бы не сходит, он начинает писать, и действительно там выкладываются какие-то тексты. Ну, это, по мне, так со знаком-минусом. А со знаком-плюсом есть техника медитационного рисунка. Она раскрывает самые такие вот творческие потенции человека. И что интересно, вот я на опыте этих мастер-классов видел, как начинают рисовать интересные очень рисунки, получается, у людей, которые вообще никогда ничего не рисовали. Это вот возможность уйти из шаблона. Если не дать человеку возможность открыться, то он начинает рисовать то, что он умеет. А умеют почти все огуречек и голову, и два глаза делать. Но когда задается тема, вот я прилагал тему, например, изобразить свой путь. Вот, и из дому, и до галереи. И здесь совершенно фантастические вещи. Люди делали, ну, вообще просто Малевичи. Ух ты. Обалденный, а вот если бы можно было, так сказать, забрать эту работу, обрамковать и выставить насос без подписью Малевича, это могло быть Малевич. Интересно, такие подспудные очень горизонты открывают. Мне же кажется, понадеется, что, может быть, когда-нибудь кто-то вам предложит провести такой мастер-класс в Одессе. Я думаю, что это было бы настолько интересно и полезно. Если будет интересно. Ну, а вдруг, действительно. Благодарю вас за интересную беседу, Константин. Я хочу вам пожелать еще и то, чтобы действительно как-то... Ну, часто так бывает, да, что там в своем Отечестве то пророка нет, то все куда-то уехали, и мы потом хватаемся за голову. Но, в конце концов, вот выставка в галерее Антиарт, это уже как бы факт свершившийся. И я надеюсь, что интерес и зрителей, и галеристов, и искусствоведов к вам будет только возрастать, в том числе и в Одессе. Спасибо вам огромное. Вам спасибо. Благодарю вас. А мы с вами увидимся через несколько минут. Оставайтесь с нами. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok